Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса в том, что мужчина взял домой кота уличного, годовалого. Кот прожил неделю, значит, нагадил нас в кровати в доме, мы закрыли сервере в комнате. Мужчина не хочет кота выгонять. Я против того, что кот так себя ведет. Я люблю порядок и чистоту, кот нарушает комфорт. Я была изначально против того, чтобы кот жил в доме. Заведомо предполагала, какие неудобства это доставят. Мужчина как будто бы психически болит с этим котом. Нездоровая привязана. Больше всего любит кота, меня это напрягает, это даже в стране наблюдать очень смешно. Других животных брать не хочет, например, я хотел бы себе кота, но другого порядочного, мужчина против. Я терплю из последних сил его кота. Как добиться личной границы, чтобы кот жил во дворе и сарае, либо в какой-то отдельной комнате. Смотрите. Во-первых, здесь нужно определить, вот прежде чем вообще что-либо говорить, здесь нужно определить, что вы считаете проблемой. Вот именно вы конкретно, вы что считаете проблемой. И над чем, над какой из проблем вы готовы работать. Вот. Я не просто так говорю, что вы считаете проблемой. Не просто так. И над чем вы готовы работать. И над чем вы готовы работать. Говорю тоже. Не просто так. Потому что, над проблемой, работают вам. Не кому-то ещё. Только вам. Понимаете в чем столько? И если вы готовы работать, если вы готовы работать над проблемой, это хорошо, если готовы, если нет, о чем тогда говорить? Лично я вижу проблему в том, даже не проблему, а интересный любопытный момент для исследования психотерапевтического, что вы, человек, который любит чистоту и порядок, сталкиваетесь в мужчины, который может взять себе, такого кота, и еще, плюс ко всему, еще. Вы это терпите? Это вообще странно. Потому что кажется, что ну никогда вы никогда, никогда не смогли бы вы это терпеть. Комфорт. Вы же любите порядок, чистоту. А тут вдруг вот так. А тут вдруг такая сторона, и это странно. Дальше. Комфорт. 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 Это да. Очень-очень-очень важная и нужная вещь. Согласен. Но вот стремление к чистоте и порядку, это про контроль, это про подавление своих чувств, это про, как вам уже сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, про родительскую позицию, то есть это вот, натуральная такая родительская позиция. Вот. Ваша. Это ваша родительская позиция. А что это значит? Это значит деструкция, это значит деструкция в отношениях. Это значит перекос в отношениях. Вот вы говорите, значит, из последних сил терплю копа. Ради чего? Ну вот серьезно, ради чего вы терпите копа? Ради чего? Ради чего? Ради чего? Ради чего вы боитесь? Ой, ради чего вы терпите? Дальше. Комфорт. Да, комфорт это правда очень важная штука. Так и есть. Очень важная вещь комфорт. В отношениях комфорт убирается в комфорт другого человека. Как-то вот на мой взгляд мужчина, судя по вашему описанию, ну не готов с котом расстараться. Не готов получается мужчина идти вам навстречу. Вы его привязанность обесцениваете, называя его привязанность больной. Может быть оно и так. Может быть. Но мне кажется, что это решать не вам. Вам нужно решить для себя, принимаете вы это или нет. Если принимаете, если можете принять, хорошо. И если не можете принять, не надо себя мучить. В этом плане. Добиться личных границ можно и необходимо, но не через то есть прогибание или пробавливание своих интересов. Ну, сейчас вы делаете именно это. Свои интересы продавливаете другому человеку. Я с вами согласен, что это неприятно, что так не должно быть. Вопрос. Вопрос. Вопрос в чем? Вопрос в том, как вы это делаете. Понимаете? А делаете вы это? Ну, вот таким образом. А человек не хочет. Очень важно, что между вами общего, между вами и мужчиной. Очень важно, что вас объединяет, что вас связывает. друг с другом, что общего называло, потому как мне, например, показалось, что общего у вас не так много, но могу опять же ошибаться, вот, какие у вас отношения с мужчиной. Как вы решаете проблематику, споры в других сферах, так же терпите, когда не получается переубедить. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, я желаю вам всего самого доброго, спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!